Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что слушаете мои слова, что смотрите эти ролики, что пишите комментарии. Пишите комментарии, это очень интересно. Мы обмениваемся информацией, мнениями, а это значит мы живем и думаем, что немаловажно. Ну и напоминаю вам о существовании плейлистов, потому что там уже очень много-много пластинок, показано, рассказано что-то и обсуждение под каждым роликом, так что почитать там есть что, себя порадовать, потешить. Ну а я хочу начать сегодняшний монолог словами цитаты из песни Бориса Гривенщикова, о, только бы не кончалась эта ночь. В том смысле, что о, только бы не кончалась вот эта пластинка. Только бы она продолжала звучать. У меня их две. Одна оригинальная настоящая английская, вторая не английская, но это ремастеринг Роберта Фриппа. Это известная серия. Не помню в каком году эти пластинки стали выходить, не помню, не написано здесь, но я купил лет, наверное, лет 10, наверное, или 7 назад. Целая серия вышла фрипповских ремастерингов. Очень хорошо звучит, но это бог с ним, хорошо звучит, музыка хорошая очень. Как я помню, как я говорил с Яном Акерманом, гитариста группы Фокус. Мы говорили с ним о носителях музыки. Я спросил, а как там винил, CD? Он говорит, а у меня там два этих самых, я не помню, как они назывались еще, айподы, по-моему. Он говорит, у меня два этих самых айпода, я их в самолете слушаю, все время у меня музыки накачано невероятное количество. Я говорю, а как же, а качество, там, винил, звук, динамика, все. Он говорит, да ноты те же, какая разница. Это мнение Яна Акермана, я, кстати, по-моему, об этом уже говорил. Ну так вот, Ларк Сонгс и Неспик, 1973 год. Удивительный альбом группы Кинг Кримсон. Удивительен он тем, в первую очередь, что он является, по сути, первым альбомом группы Кинг Кримсон, где полностью заправляет всей музыкой Роберт Фрипп. Все альбомы, которые выходили до этого, они являются плодами коллективного творчества. Но это не мои, так сказать, не мои выдумки, это слова Роберта Фриппа самого. Собственно говоря, из-за этого он распустил предыдущие два состава группы Кинг Кримсон, потому что он любил, конечно, музыкантов своих и любит, и вообще он человек такой достаточно не злобный, скажем так. Но он хотел играть музыку, которая приходит к нему непосредственно в голову, в душу, в пальцы, в тело. Он очень внимательно относится, кстати говоря, к тому, чтобы и тело было задействовано в сочинении музыки. Это не значит, что нужно прыгать, бегать. Это нужно чувствовать вот эту самую энергию внутреннюю, которая, так сказать, бродит и выплескивается в виде творчества. Но это первая пластинка, где нет влияния уже Питера Синфилда, которая была очень сильным в плане текстов, в плане мыслей, в плане идей, в плане концепции и музыки, и всего вообще остального. И нет здесь Макдональда с его духовыми инструментами, который очень много музыки сочинял и оказывал влияние на Фриппа тоже серьезное. Он их всех отодвинул. Тем более, что в концертах, которые предшествовали началу работы над этим альбомом, Фрипп говорил, что мои музыканты на концертах вдруг бросаются играть фанк ни с того ни с сего. Ну, песни Кинг Кримсон, они полны импровизаций, да, и на концертах вдруг начинают уходить в сторону фанка. Фриппу это не нравилось, и он, как я уже говорил, распустил очередной состав и собрал новый Дэвид Кросс. Скрипка Мелотрон Джон Уэттон, которого Фрипп вытащил из группы Фэмили. Прекрасный, кстати говоря, один ролик у меня есть про Фэмили. Будут еще, потому что это одна из моих самых любимых групп 70-х годов. Джон Уэттон, значит, из Фэмили пришел, Билл Бруфорд присоединился и Джеми Мюир, перкуссия. Казалось бы, что перкуссия? Да, ну, перкуссия, как бы аккомпанирующая такая история, но Джеми Мюир здесь на перкуссии сделал половину всей музыки. И я никогда не думал, что перкуссия может нести такую разрушительную, страшную, мрачную функцию в музыке, как здесь Джеми Мюир наворотил. Удивительная штука. Что думал Роберт Фрипп, когда приступал к работе над этим альбомом? В своих дневниках он писал, что мне хочется, во-первых, расширить свой музыкальный словарь, расширить рамки, возможности выйти за эти рамки. Про рамки же он сказал следующее, что молодой человек любого возраста, взрослый опытный человек всегда оглядывается на рамки, а молодой человек любого возраста, то есть молодой человек может быть молодым в любом возрасте, он не знает вообще о существовании никаких рамок, и поэтому у него может получиться удивительное произведение искусства, небывалое, доселе неслышанное, невиданное и не прочувствованное никем. И, идя этим путем, он продолжает говорить о том, что мне хотелось достичь мощи Джимми Хендрикса, но расширить свой музыкальный словарь в ту сторону, в которую шли Белла Барток и Стравинский. И в идеале хотелось сделать звук такой, как будто Джимми Хендрикс играет со струнным квартетом произведения Беллы Бартока. Вот такой, то есть пиетет к Хендриксу ого-го какой был. Ну и, надо сказать, получилось, да, первый альбом группы Кинг Кримсон полностью придуманный и выстраданный и рожденный Робертом Фриппом, несмотря на то, что в авторстве указаны практически все музыканты, но руководит, направляет все равно единолично Фрипп. Никакой демократии, только диктатура. Только диктатура. Вся демократия быть не может. В данном случае, в случае этой пластинки. Хотя, поиграли здесь все, поиграли, поимпровизировали так, как, пожалуй, нигде, ради что только на следующем альбоме, о котором будет речь впереди. И начинается пластинка так, как не может начинаться рок-альбом никогда, в принципе, потому что рок-альбом, что это такое? Рок-альбом – это альбом, который артисты хотят продвинуть в массы, хотя, чтобы он хорошо продавался, чтобы он звучал на радио, да, чтобы попал в чарты. И пластинку, как говорят продюсеры, продают первые, там, первые 8 секунд звучания. То есть ставишь, когда вот тебя зацепило, все, значит, все удалось. Здесь начинается против всех правил, как я уже говорил, фрип абсолютно разрушил все рамки, как шоу-бизнеса, так и традиционной классической тональной музыки. Он об этом особенно упоминал. И начинается все с этой самой перкуссии Мюира, которая из ниоткуда выплывает. И непонятно, на чем играет Мюир. Колокольчики, бубенчики, дуду, я сегодня на работу не пойду, это называется. То есть колокольчики, бубенчики, перкуссия, какие-то цепочки, струнки, провода, не знаю что. И вот эта удивительная вязь перкуссионная, как-то так даже ошарашивает. Ничего себе, мы слушаем рок-альбом вроде, да. Ну, Кинг Кримсон, понятно, прогрессивный, там все дела, все, можно наворотить слов сколько угодно. Но это рок-музыка. И фрип себя называл рок-гитаристом. В своих, в тех же самых дневниках, в то же самое время, когда он писал в Островинском абартаке, он писал, я рок-гитарист, и мне хочется играть как рок-гитаристу. Ну, и вот эта вот перкуссионная история, она кажется невероятно странной. Откуда, что, почему, как. И вдруг один из самых тяжелых и страшных рифов гитарных Роберта Фриппа, который перешибает даже 21st century Schizoid Man. Такая мощь, такая. Здравствуй, Джимми Хендрикс, да. Вот здесь как раз Фрипп достиг мощи Джимми Хендрикса в соединении с музыкой Беллы Бартака. И продолжается, дальше понимая, что все, понеслось, понеслось, понеслось. Вот этот жуткий риф, бас Джона Уэттона глухой, огромный. Бас у Джона Уэттона огромный. Самый, наверное, большой бас из всех басов в рок-музыке. В плане звука. Такой круглый, гигантский, просто как земной шар. И, конечно, Билл Бруфорд, который натаскался у Джимми Мюира искусным партиям, перкуссионным, то же самое играет на ударной установке. Невиданные, невероятные какие-то партии, которые являются анти-роковыми вообще. Это анти-рок-музыка. Так роковые барабанщики не играют. Вот как они играют. Ничего такого близко нет здесь. Тут совершенно особая музыка. И вот эта сложнейшая вещь. Ларкстонск и Неспик Патван. Она как бы прописана. И соло Роберта Фрипа, которые идут между рифами. Там и сбивки, остановки, стоп-таймы, вступления инструментов. Все это прописано. Но все равно очень много импровизации. И очень здорово, тяжело, мрачно, интересно. И открываются, извините, пожалуйста, новые горизонты. Потому что Фрип играет по-новому, расширив свой музыкальный словарь, как он пишет. И выйдя опять-таки за границы дозволенного в рок-музыке. Это очень здорово. После вот этого ошарашивающего ада, который изображает группа Кинг Кримсон, наступает... Немножко наступает такая скрипичная пауза. Но Дэвид Кросс играет на скрипке настолько дикие, непривычные построения музыкальные, что тоже как-то озадачиваешься, вроде скрипка, да, классика, да. И такие страшные, странные звуки, хотя тихо и нежно при этом все. И вокальные сэмплы вдруг появляются, какие-то голоса, что-то шепчет, разговаривает, какие-то диалоги. Но все заканчивается хорошо. И Book of Saturday, конечно, Джон Вэттон поет. Вот автор текстов Ричард Палмер Джонс, который потом ушел в группу Супертрэмп, если мне не изменяет память, писать тексты. А Петер Синфилд ушел в группу Эммерсон Леконд Палмер писать тексты. Ну, это так, отступление. И вот Book of Saturday мы вспоминаем ранний Кинг Римсон, ранний по сравнению с этим альбомом, да, гитарное арпеджио, чистый звук гитарный, и Вэттон поет своим матовым голосом изумительную прозрачную лирическую песню, которая переходит в следующую лирическую песню. Экзайлз снова в этом поет своим матовым голосом лирическую песню. Но Экзайлз, она помрачнее, пострашнее, поплотнее все-таки. Особенно к финалу Фрипп начинает играть соло, который похожий, опять-таки, на соло из альбома 21st Century Skizoid Man, но не ревущие, а на более-менее чистом звуке. И переходим к моей самой любимой песне здесь, Изи Мани. Одна из самых страшных, в хорошем смысле, песен группы Кинг Римсон. Одна из самых страшных песен, в хорошем смысле, в рок-музыке вообще. Которая начинается как нормальная рок-песня, с гитарных аккордов в первую долю, ревущих, режущих, тяжелых. Здравствуй, Джимми Хендрикс, опять-таки, здесь тень его маячит на горизонте. Но после первых двух куплетов начинается большая инструментальная часть, где проявляет себя и мюир с перкуссией, невероятный, и кросс со своей изумительной скрипкой, очень странный, хочется сказать, шизофреничный, но нет. Все просчитано, никакой шизофрении, все дисциплинировано и здорово, и все очень страшно. И фрип играет на гитаре, вместе все играют свое, вэттон играет свое, но все это сходится в единое полотно. И выход на третий куплет, на последний, после вокальных вот этих очень страшненько тоже. И выход на третий куплет с неожиданным рифом скрипичным, который по тяжести может сравниться с любой перегруженной гитарой. Такой резкий, вдруг неожиданный риф на скрипке сыгран, что прямо шарахаешься в сторону. The Token Drum, прекрасная вещь, Tanks Inespik, часть вторая, инструменталы в Token Drum. Мюир отличился, конечно, какими-то восточноевропейскими наигрышами на скрипке, очень странными. Привет Белы Бартаку, опять-таки. Вот. И все очень неожиданно, очень мрачно, даже не то слово. Очень серьезно и очень свободно. Очень свободно. Выход за границы той самой рок-музыки, которая была до 73-го года. Все прогрессивные группы играли в каноне все-таки. Эти парни вышли из леса и ушли в следующий лес. Поэтому пластинка не должна заканчиваться. Она должна звучать всегда без остановки. эта прекрасная музыка. И когда я ее слушаю, у меня такое ощущение, что я возвращаюсь к себе домой. Мой дом, оказывается, находится вот здесь. Так что я пошел в этот самый дом пить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok